Доброго дня! С вами канал Процветок и я травница Ольга Спиридонова. И сегодня я бы хотела рассказать вам об очень неоднозначном растении золотарнике. Золотарников несколько видов. Есть золотарник обыкновенный, так называемая золотая розга, и есть золотарник канадский. Золотарник канадский уже по своему названию подсказывает, что пришел он к нам издалека. И, к сожалению, он так прижился на нашей земле, что стал инвазивным вредителем, губителем. Почему? Растение очень быстро размножается. Одно растение дает несколько тысяч семян. Размножается и семенами, и черенками, и корневыми отводками. И если в книгах за 1960-70 год, я еще находила информацию о том, как его правильно разводить корневищными отводками, то 25 августа 2023 года в Республике Беларусь был принят закон, который дает штраф 300 белорусских рублей, если владелец участка не уничтожает на своем участке золотарник канадский. Почему? Растение растет очень быстро, растение растет очень плотно. И его корневища выделяют вещества, которые губят все на той земле, где он растет. Более-менее чуть-чуть ему может противостоять только иван-чай. Все остальные растения он просто выживает. Там, где завелся золотарник, там не будет через 2-3 года расти ничего, кроме него. И это, к сожалению, печально. Но грамотные травники найдут для себя пользу даже в таком злостном нарушителе нашего ботанического спокойствия. Как оказывается, золотарник канадский не только вредитель, но и является целебным растением. И основное его действие, очень мощное, мочегонное и антимикробное, пригождается в очень многих и разнообразных наших проблемах со здоровьем. Ну, разумеется, мочегонное действие неплохо помогает при отеках. Если мы хотим похудеть, например, или очистить организм, весна, всем хочется стать худее, стройнее, влезть в красивые платьишки, мы вполне можем пропить каким-то курсом чай из золотарника канадского, заваривая его цветущие облиственные верхушки высушенные из соотношения 1 чайная или 1 столовая ложка в зависимости от вашего веса на стакан кипятка и принимать по трети стакана 3 раза в день. Помимо того, что чай из золотарника канадского отгоняет лишнюю жидкость из организма, он еще помогает справиться и с песком в почках. Если у кого-то есть к этому склонность, чай из золотарника вполне поможет вам поддерживать свои почки в нормальном здоровом состоянии. Соответственно, песок может выгоняться не только из почек, но и из суставов. Но тут уже курсы надо держать подлиннее. И можно добавлять к чаю из золотарника канадского чай, например, и даже не чай, а отвар на пар из корней шиповника или из корней подсолнечника. Вот чай из этих трех компонентов – золотарника, шиповника и подсолнечника – помогает вывести почти все соли из почек и из суставов. Чем еще помогает нам золотарник? За счет не только мочегонных, но и противомикробных свойств он помогает при воспалениях мочевого пузыря, циститах. Разумеется, если у нас сильные боли, рези, если моча идет с кровью, если есть температура, в обязательном порядке обращаемся к врачу, к специалисту, чтобы у нас не было инфекции, переходящей в хроническую, с которой потом придется разбираться всю оставшуюся жизнь. Но если мы контролируем процесс, если где-то чуть-чуть, немножечко подстыли, вполне можем заваривать этот чай из золотарника и применять для лечения вот таких вот моментов. Что интересно, состав фителизина, польского средства, от цистита, пасты такой, помимо прочих лекарственных растений, содержит в том числе и экстракт золотарника канадского. Кому еще может помочь это растение? Мужчинам. Мужчинам в возрасте, у которых проблемы с простатой, простатит, задержка жидкости. Кстати, экстракт золотарника канадского входит в фармакологическое средство просто норм, вместе с экстрактом солодки и других лекарственных растений. Поэтому, если мужчина в возрасте смотрит, что ему приходится вечером или ночью несколько раз вставать в туалет, а выделения весьма и весьма скудные, если есть какие-то отечности и так далее и тому подобное, конечно, стоит обратиться к врачу. Но, применяя, помимо прочего, назначенные врачом препараты, вполне можно ускорить и облегчить и усилить лечение, добавляя к этому ко всему чай из золотарника канадского. Как видим, растение достаточно вредное, растение достаточно неприятное для биологов, для ботаников. Но, как я уже сказала, грамотный травник может вполне найти пользу и в этом растении. Какую еще пользу может оно нам принести? Мы включаем золотарник канадский в состав очищающих сборов, в состав сборов для похудения, в состав гипертермических сборов, сборов от высокой температуры. Помогает избавиться нам от лишнего. Но при этом мы помним, что когда мы применяем какие-то мочегонные травы, контролируем, сколько мы жидкости пьем дополнительно, чтобы не обезвоживать организм и не перегружать наше сердечко и не загущать кровь. Хорошо помогает золотарник канадский в комплексной фитотерапии при заболеваниях почек воспалительных, например, таких как нефриты, пилонефриты. Но добавляя его к своему лечению, в комплексную фитотерапию, не забываем консультироваться с врачом. Это очень важно. Смотрите, видите, получается, что грамотный травник может даже на том злостном отбросе, с которым все борются, найти какую-то определенную пользу для себя. И похудеть, и убрать воспалительные заболевания почек и мочевого пузыря. И помочь старшим мужчинам своей семьи. Но при этом помним, что хороший травник – живой травник. Если мы не уверены в том, что это именно золотарник канадский, а на него есть похожий и золотарник обыкновенный, и крестовник якобса, можно вполне поставить в телефон программу, определяющую растение. Или можно прийти, например, на курсы основы травничества фитошколу Дивея. Но в любом случае помните, что самолечение должно проводиться под контролем специалиста. И тогда вы будете здоровы!